Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетса, в котором на ежедневной основе мы размещаем огромное количество аналитического контента вам в помощь. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте это, друзья, потому что информации на финансовых рынках никогда не бывает много. И чем больше точек зрения, тем, соответственно, больше условий и возможностей принятия верное торговое решение. В последнее время среди постов вы наверняка, если уже подписаны, знаете, мы усилились по аналитике касательно фондовых активов, потому что очень хотим, чтобы вы также начали и стали разбираться в специфике и фондового рынка. Если какие-то акции вас интересуют, но они не разбираются нами, дайте нам об этом знать. Пишите ваши комментарии в поле, в секции с комментариями, оставляйте ваши вопросы, опять же, в секции с комментариями к этому брифингу, не только в канале с торговыми идеями. И можете передавать фидбэк через персональных менеджеров. Ну что ж, это неделя, точнее даже, скажем так, вчерашняя торговая сессия очень удачно сложилась для нас, для покупателей индекса доллара, для тех, кто ставит на отдельные рисковые инструменты в плане развития медвежьей динамики, потому что именно все так и произошло. Единственный актив, который сейчас подводит из-за того арсенала инструментов, которые мы взяли за основу, золото. Но я бы сейчас еще не спешил прям настолько хейтить этот актив, потому что есть еще время, чтобы золото воспряло духом и все-таки приблизилось к той цели, которую ранее мы обозначили в районе 1880-1890 долларов за тройскую унцию. Давайте начнем с повестки экономического календаря. Собственно, как в начале недели ожидалось, основные релизы будут опубликованы уже сегодня. Точнее, первая порция фундаментальных данных, статистики, статистики, которые имеют очень большое значение сейчас для нас, американской статистики, потому что тоже, как отмечалось ранее, каждый фундаментальный релиз – это еще одна возможность для нас разобраться в том, так ли велик риск рецессии, которую прогнозируют американской экономики в самое ближайшее время. Сегодня на повестке экономического календаря годовые данные по ВВП, индекс расходов на личное потребление. Эти данные выйдут в 15.30 по московскому времени. После этого тоже скучать не придется, потому что сегодня выступление Джерома Паула, председателя американского регулятора, через полчаса после публикации статистики. И выступление Кристин Лагар, которая вчера оказала влияние на европейскую валюту негативное. Я рассчитываю на то, что этот прессинг на главный валютный риск сохранится. По поводу индекса доллара. 104.30 в моменте. Друзья, при том темпе роста, который мы наблюдаем второй день подряд, я позволю себе предположить, что сопротивление 105 пунктов мы легко можем протестировать в рамках даже этой недели. Ну уж очень активно выкупают доллар, индекс пользуются спросом, американская валюта пользуется спросом, потому что это действительно лучший актив среди инструментов рынка Форекс, который опирается на мощный фундаментальный фон. Политика американского регулятора уже вдоль и поперек нами изученная. То есть ФРС повышал процентные ставки и будет это делать дальше. Потому что для американского регулятора сейчас первоочередная задача – это побороть инфляцию. То есть ФРС опасается куда больше, еще большего роста инфляции, нежели чем потенциального замедления экономики. По данным инструмента FedWatch, вероятность повышения ставки до 4% в конце этого года стремится чуть ли не к 90%. Я думаю, что вот в районе 4% будет как раз обозначен новый нейтральный уровень. Мы параллельно следим за выступлениями голосующих членов американского регулятора. Большинство из них уже высказалось за то, что в тот момент времени, когда на июльском заседании будет поднят вопрос о голосовании, все они проголосуют за то, чтобы ставку повысить на 75 байсных пунктов. Но мы оставляем для себя, друзья, возможность получить более и увидеть более интересную динамику по индексу американской валюты и по доллару, если ФРС все-таки повысит ставку на большее количество байсных пунктов. Но прежде чем это произойдет и для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы инфляция обновила новые многолетние максимумы. И я, пожалуй, один из тех, кто считает, что через две недели, когда выйдет отчет по индексу потребительских цен за июнь, мы увидим данные выше, чем два месяца назад. То есть показатель будет выше 8,6%. Защитный актив доллар, конечно же, это можно отнести к тому, с чего я начал. То есть именно поэтому доллар сейчас пользуется повышенным спросом. Данные по заказам товара длительного пользования 0,7% против прогноза 0,1%. Это отчет, который вышел в понедельник и немного снизил накал страстей относительно рецессии. Но я бы даже вам предложил не рассуждать сейчас в плоскости анализа статистики и оценки вероятности рецессии. Просто знайте, друзья, что какой бы сейчас ни выходила статистика, доллару на самом деле плевать, потому что лучше данные, значит ФРС будет более настроен на повышение ставки. Плохие данные, плохая статистика, значит увеличивать риск рецессии, и доллар все равно пользуется спросом. Еще одна причина, которую я считаю уместно сейчас обозначить в качестве интереса к доллару, она точно совпала, опять же, с последними днями этого месяца. Это текущая ребалансировка инвестиционных портфелей, хеджерами, инвестиционными банками. И многие на фоне, опять же, текущего снижения американского фондового рынка, на фоне риска рецессии предпочитают выйти в долларовый кэш, друзья. Отсюда, опять же, увеличение ликвидности и тот фактор роста, который я уже обозначил в качестве поддерживающего для американской валюты. Ждем 105 пунктов и движение выше. Доллар иена 136.17. Очень хорошо мы зарабатываем в моменте на этой валютной паре, потому что вовремя купили. Контраст доходности облигаций японских и американских, контраста монетарных политика, если американский регулятор боится инфляции, но не переживает за экономический рост Банк Японии, наоборот. Опасается, что экономика замедлится, но плевать хотела на, соответственно, текущий рост индекса потребительских цен. В частности, руководство Банка Японии уверено, что рост инфляции временное явление, и скоро эта проблема сама собой разрешится. И здесь стоит задуматься и вспомнить, что мы это реально где-то уже слышали от того же самого ФРС, который в итоге впоследствии отказался от таких утверждений и признал, что сильно облажался, не повысив процентную ставку раньше. Wells Fargo рекомендует покупать пару доллар-иена с целью 140 иен за 1 доллар. Наша цель, друзья, 137-138, там будем фиксироваться. Рынок нефти растет, 113-16 по бренду. 115 цель, это практически, я в этом не сомневаюсь, с учетом того тренда, растущего, который сомневался. Ждем заседания ОПЕК. 100% вероятность того, что страны, участники энергетического пакта не согласуют более высокие объемы нефтедобычи, то есть прежние условия сделки, увеличение производства на 648 тысяч в августе и сентябре. Ничего не изменится, потому что страны ОПЕК полностью устраивают текущий уровень доходов, которые они получают. И я уверен, что участники энергетического пакта могут зацепиться за риск рецессии мировой экономики, риск рецессии США. Я аргументирую точку зрения своей неготовности увеличить производство еще больше тем, что ведь грядет рецессия в американской экономике, это приведет к снижению спроса и сделает рынок еще больше, увеличит расхождение между спросом и предложением. Поэтому сейчас, когда над мировой экономикой навис риск именно падения спроса из-за потенциального замедления экономического восстановления, увеличивать производство будет не совсем целесообразно. В общем, что-то подобное страны ОПЕК могут использовать в своей риторике на предстоящем заседании. Но для нас это значит то, что прежняя сделка останется в силе. Эта сделка не дает рынку нефти столько объемов нефтедобычи, чтобы покрыть тот спрос, который есть. И это еще одна причина последующего роста цен. По другим финансовым активам евро против доллара тестируют практически уровень 1.05. Ждем еще ниже. Выступление Лагард в Синдре, в Португалии. Ничего нового не привнесло. Ставка будет повышена в июле на 25 байсных пунктов, потом в сентябре на 50. Но мы это знали еще практически месяц назад, поэтому покупателям не за что зацепиться. Риторика разочаровала. Жесткого подхода к коммунитарной политике не будет. И евро активно продают. Доллар канадец из-за роста цен на нефть ждем еще в районе 1.27 и ниже. Американский фондовый рынок снова сдувается. Друзья, 3832 понта по S&P ждем, соответственно, в районе, как ранее обозначило, 3500, но это долгосрочная цель. Золото 1821 пока что от длинных позиций не отказываюсь. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok